А вот сейчас кому-то точно будет хорошо. И здесь все честно. Каждую неделю Евроопт разыгрывает квартиру в Минске, 5 внедорожников и более 20 тысяч денежных призов. Это самая настоящая удача в придачу. В минувший четверг именно счастливчиков назвали в Могилеве, где в эти дни проходил пятый форум регионов, одно из крупнейших событий в деловой, экономической и политической жизни страны. Игра стала своего рода форумом удачи и решила присоединиться к важному событию. О победителях недели наш субботний сюжет. Удача в придачу не раз выезжала на гастроли по Беларуси. В четверг импровизированная студия расположилась в самом центре Могилева. Площадку посетили высокие гости форума. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаил Мясникович и заместитель председателя Совета Республики Мариана Щеткина. Председатель Совета Директоров сети магазинов Евроопт Александр Литвина рассказал гостям о развитии торговой сети, познакомил с правилами игры «Удача в придачу» и ее призовым фондом. Валентина Матвиенко была приятно удивлена тем, с каким вниманием относится Евроопт к своим покупателям и какой огромной популярностью пользуется в Беларуси. Удивила российскую гостью и еженедельный призовой фонд, квартира в столице и пять стильных внедорожников белорусского производства. Из центра праздничного Могилева были названы имена обладателей суперпризов 89-го тура. Главная победительница Алина Струкова из Гомеля. Совсем скоро в семье пополнения ждут уже третьего ребенка. Решить квартирный вопрос до сих пор не смогли. Приходилось арендовать жилье. Как распорядиться столичными квадратными метрами решать будут на семейном совете и уже в пятером. Квартиру снимаем. Двое деток у нас. Две девочки, пять и три года скоро будет. Хотели стать на строительство квартиры. Либо сюда, либо в Гомеле осталось. Но Гомель, конечно, ближе, роднее. Еще пятерка счастливчиков – обладатели новых автомобилей. Добираться на дачу Менчанка Людмила. Деревяга будет с комфортом на собственном внедорожнике. Не сидела за рулем уже лет 10. Самое время стереть пыль с водительского удостоверения. Покупаю в магазинах два раза в неделю больше. И всегда как-то надеешься. А вдруг? Хотелось бы чего-то больше. Ну, вот моя мечта справилась. Владимир Юранов из Чечерска – охранник магазина «Евроопт». Звонок с радостной новостью застал на работе. Вместе с коллегами несколько раз пересматривали фрагмент эфира, чтобы убедиться в победе. Крупная покупка к празднику стала выигрышной. У меня был первый день рождения, у моей девушки шестого. И мы вот решили, что шестого будем отмечать два дня рождения. Пятого пошли за покупками. Вот как раз этот чек и выиграл приз такой. Подарок ко дню рождения. Свою победу брещанка Ирина Лебедич, можно сказать, напророчила. В «Европт» отправилась не только за повседневными покупками, но и за крупным призом. Пошла сама в магазин. Ребенок спросил, мама, ты куда? Я сказала, пойду и куплю себе машину. И тут позвонили, включили прямой эфир. Боже, я даже расплакалась. Я не могла поверить своему счастью. Заглянуть в «Европт» минчанку Ксению Рубинову убедила дочка. Просто необходимо было собрать всю коллекцию бонстиков. Детям игрушки, маме новый комфортный автомобиль. Права у меня есть. Автомобиль люблю. Автомобиль очень большой. На самом деле очень комфортно. Я очень высокая. Люблю высокий каблук, поэтому мне очень удобно. И плюс еще нужно, чтобы место оставалось сзади для дочери. Поэтому классный. Автомобиль очень крутой. Александр Колокотский из агрогородка Лесной Минской области и принимать участие в игре не планировал. Даже и не рассчитывал, что может повезти. Зарегистрироваться в «Удаче в придачу» убедила жена. И не напрасно. Необычные ощущения. Просто необычные. Ну вот и машина. Вот новая, которую хотел. Ремонтировать старую надоело. Уже во вторник, 16 октября, удача может улыбнуться и вам. В 90-м юбилейном туре на кону квартира в Минске, 5 внедорожников и более 20 тысяч денежных призов. Алексей Кряквин, Яна Лазовик. Наши новости. Субботний выпуск. Вот, пожалуй, и все. Мы прощаемся лишь для того, чтобы встретиться через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok